Прямо сейчас мы пытаемся снова наладить связь с Сергеем Валерьевичем Головяном. Удалось ли? Скажите нам. Алло? Алло? По-моему, не удалось. Мы напоминаем, мы пытаемся соединиться сейчас с Уватом, с директором Центра физкультурно-оздоровительной работы Уватского района Сергеем Головяном и узнать, как там происходят дела. Со вторым кубком России по биатлону. По биатлону. Но будем надеяться, что все-таки связь у нас установится, и мы узнаем ту информацию, которая нас интересует. Вообще, все спортсмены, да, если говорить о них, конечно же, хотят повысить свое мастерство. И вот эта сама мечта, она сбылась у ишимских поклонников айкидо уже в эти выходные под руководством известного мастера, обладателя третьего дана Владимира Михайловна. Кстати, увлекшихся этим боевым искусством в городе становится все больше. Чем оно так привлекает ишимцев, знает Оксана Павлова. Айкидо переводится как «путь к гармонии». И у каждого из присутствующих на татаме был свой путь. Георгий Максимов, к примеру, 10 лет назад заинтересовался этим видом единоборств, как культурой самураев. Сначала занимался сам, а потом поехал в Екатеринбург, вступил в Федерацию Айкидо. Система тренировок айкидо и духовная, философская основа, которая обязательно здесь присутствует, они как бы накладывают свой отпечаток на тренировки и на тех людей, которые занимаются айкидо. Все, кто ходит на айкидо, они люди непростые. Пары тренировок достаточно, чтобы понять, твое это или нет. Ирина Ковалева когда-то занималась ножевым фехтованием и в секцию айкидо пришла для того, чтобы взять в руки бакен, деревянный меч. Вместе с собой привела и сына, и дочь. И новое увлечение оказалось по душе всем. Философия привлекает меня. Как бы у каждого вида восточных единоборств своя же философия, своя формула. Дзюдо – поддайся, потом победи. Карате – убей одним ударом. Айкидо – позволь врагу пройти мимо себя и пусть он убьет тебя в стену. Самое мое. Игорь Вилков – юрист. По себе человек спокойный, вдумчивый, не приемлет агрессию. В айкидо пришел со старшим сыном Михаилом. После 10 месяцев занятий уверен, что и семью, в случае чего защитит, и внутреннее равновесие при этом не потеряет. Замечаю за собой, что стал более постоянен. Появилась какая-то внутренняя стабильность, уверенность в себе. И айкидо очень дисциплинирует. Айкидо – вовсе не спорт, где существует дух соперничества и борьба за лидерство. Но самосовершенствование обязательно. Недавно в Ишим уже второй раз приезжал известный в своих кругах мастер, обладатель третьего дана Владимир Михайлов. Все 13 занимающихся в секции айкидо приняли участие в семинаре. Уровнем каждого мастер остался доволен. Ребята занимаются уже больше года. Это хорошая база, то есть мы можем отсюда двигаться дальше, поработать более продвинутую технику. Группа очень сплоченная, то есть как бы старшие ученики двигаются все вместе, это всегда хорошо. Создает такой хорошей базы для развития. Следующее обучение – получение разрядов у ишимских последователей айкидо состоится в Новосибирске. Это будет очередной шаг каждого на пути к своей гармонии. Оксана Павлова, Евгений Пытько, Сибинформбюро.